Добрый вечер! Обращаясь к народу 23 июня, новые положения Конституции в случае их принятия зададут гораздо более высокие требования к эффективности и содержанию всей нашей социально-экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Что бы кто ни предлагал, решать будет народ России, многонациональный и единый. Вы уже воспользовались своим гражданским правом. Да, только что проголосовал, слава богу, то есть видел, что на участке все организовано соответствующим образом, все меры безопасности соблюдаются без исключения. При этом мы информацию получаем текущую со всех участков, на которые голосуют. Сегодня это 1128 участков на территории Республики Крым. Соответственно, на сегодняшний день нигде вопросов, связанных с организацией мер безопасности, мер противодействия распространению коронавируса, нигде вопросов нет. Все комиссии обеспечены всем самым необходимым. Все, кто приходит на голосование, точно так же получают маску и перчатки, соответственно, бесплатно. Поэтому у всех есть возможность выполнить свой конституционный долг. В этой части все организовано на самом хорошем уровне. Но важнейший приоритет сегодня при голосовании это прежде всего безопасность. Республика сегодня готова и соблюдать все санитарные меры. Кстати, эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения прогнозируют, что за внесение изменений в основной закон страны проголосуют от 67 до 71 процента россиян. Это очень высокие показатели. Если проводить параллели исторические, то они гораздо выше, чем в 1993 году. Но все-таки есть и критика. Легитимность самой процедуры. Многие считают, что голосование так растянуто во времени, что это повод для фальсификации, накрутки голосов, для вбросов или подмены бюллетеней. Что вы можете сказать? Вы знаете, я думаю, что сегодня уровень поддержки президента в стране и в Крыму настолько высокий, что просто ни у кого не было необходимости даже такие вещи делать. На самом деле, никогда мы с 2014 года, проводя выборы, видели, что по стране не было массовых нарушений законодательства во время избирательных кампаний. Причем это касается всех регионов Российской Федерации. В данном случае, то есть и имидж партии власти, и та работа, которая проводится руководством страны, в первую очередь главу государства, она эффективна. Все понятно, что много недоработок. Все понятно, что есть вопросы на местах. Есть отношения к должностным лицам, депутатскому корпусу различная. Масса противоречий и так далее. Но когда речь идет об интересах страны, и, соответственно, есть понимание, что сегодня в стране есть один национальный лидер, Владимир Владимирович Путин, я уверен, что люди в данном случае имеют желание поддержать, прежде всего, президента и его инициативы. А то, что президент решил вынести все это на референдум, это говорит о том, что он как раз хочет опереться на поддержку людей, то есть на то, что эти вопросы будут поддержаны. При том, что, как и сегодня я читал комментарии президента по ряду вопросов, многие вопросы можно было решить без референдума, а просто с законодательным уровнем. В данном случае решение было принято такое, соответственно, мы как органы власти все выполняем все задачи, поставленные на руководство на страны. Но еще раз говорю, то есть явка будет высокой, исходя из того, что это не местные выборы, не выборы в Государственную Думу, то есть когда действительно у кого-то есть какие-то предпочтения в плане выбора какой-то личности, как кандидата в депутаты, в сенаторы и так далее. То есть здесь уже идет речь о, по сути, главе государства, о перспективах главы государства и возможности избираться в 2024 году на новый срок. Поэтому я уверен, что подавляющее большинство, это и опросы показывают социологические, кто бы что ни говорил, причем разных компаний, включая оппозиционные, все видят, что уровень поддержки лидера Владимира Владимировича очень высокий. Поэтому я думаю, что и здесь и крымчане четко понимают, что в Крыму большинство вопросов, которые были реализованы за последние 6 лет, могу сказать, без поддержки президента так быстро бы, в таком темпе, в таком объеме, конечно, реализовать бы не получилось. Поэтому Крым будет за президента, мы не сомневаемся. И, конечно, мы бы хотели, чтобы президент баллотировался в 2024 году, Владимир Владимирович вновь выставил свою кандидатуру, крымчане, уверен, его бы поддержали бы. А с точки зрения преемника, президент правильно там высказался, мы знаем, как это происходило, как это было на Украине, перед каждыми выборами, баламутиво, там сплошные там оппозиционеры, выяснение, кто дальше будет, дележ портфелей, продажа мест. Ну просто тихий ужас. То есть в данном случае, мне лично кажется, что сегодня с учетом того, что президент действительно человек, который своей службой, вообще и служба на самом деле родине, она была на таком уровне, что кому-то что-то сказать сегодня, но нет такой возможности даже. Президент выполнял все безукоризненно. Да, есть вопросы о недоработке, как и у нас по органам власти. Принимаются решения, но не всегда доводятся до конца. Это, наверное, издержки качества и эффективности государственного управления, так или иначе. Но могу сказать, что если нет лидера, который болеет за страну, который переживает за дело, то есть, как правило, развития нет, Украина это показала четко, вы же видите, ни одного не было про государственного лидера. России в этой ситуации повезло, поэтому кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, глубоко убежден, рул личности в истории, того, кто управляет процессом, соответственно, ведет за собой других, мы сейчас говорим о Владимир Владимировича, безусловно, она ключевая. Ну, я лично глубоко убежден, если бы, когда СССР распадался, был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, я уверен, что СССР бы не распался, просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды, то есть, на жизнь, понимание того, что вместе можно сделать больше. Поэтому, на мой взгляд, то есть, вот сегодня надо двигаться вперед вместе, и вот на этом референдуме я говорил коллегам, пожалуйста, то есть, давайте уберем свои там личные амбиции, личные неприязни, какие-то вопросы, связанные там с личными взаимоотношениями, там, ну, все понятно, еще раз говорю, вы знаете сами, что нарекания к работе органов власти есть всегда, то есть, и я с этим тоже согласен, это справедливые, в данном случае, справедливые высказывания крымчан, и мы сами там делаем все возможное, чтобы эту эффективность повысить. Но когда идет речь о государственных вопросах, и идет речь о национальной политике, о перспективе развития, о будущем страны, я считаю, что здесь как раз не место для торга, все-таки надо делать так, чтобы личные амбиции общему делу не мешали, так или иначе. И те, кто думает, что вот мы не пойдем там, или, ну, давайте попробуем там жить по-другому, ну, уверяю, вот когда начинается вот такая, начинается вот такая процедура, когда начинают все думать, кто кого там, кого-то куда-то тянуть, ну, ничего хорошего с этого не будет. Вот поверьте, все это уже было пройдено и не один раз. Поэтому от добра добра не ищут. И сегодня, я еще раз говорю, глубоко убежден, то есть наша задача, кроме социальных поправок, кроме там вопросов, связанных с невозможностью изменить границы нашего государства, в данном случае, на имею в виду, что изъятием территории и так далее, то есть тех вопросов, которые волнуют там крымчан, ну, и всю Россию, я уверен, что основным все-таки вопросом для нас лично, я еще раз говорю, является возможность Владимира Владимировича избираться в 2024 году. Ну, прежде всего, это наша с вами общая ответственность, поскольку мы сегодня прописываем этот основной закон страны, который лежит в основе всего. Но, тем не менее, оппозиция говорит о том, что сегодня президент просто переписывает Конституцию под себя, чтобы править пожизненно. И очень часто возникает вопрос, а зачем вообще голосовать, если все уже давно решено? И вот количество таких бросов с каждым днем, накануне голосования, вот на протяжении всех этих дней, оно растет. И если раньше, как вы помните, мы говорили в этой студии о том, что хайповали на коронавирусе, на ситуации с пандемией, то сейчас почему-то очень много бросов именно на Конституции. И задача просто скомпрометировать саму процедуру голосования, основной закон, и вот снизить этот негативный фон, создать его в социальных сетях. Нет, на самом деле это просто боязнь, как всегда, боязнь того, что сильный человек будет возглавлять сильную страну. Вы поймите, никому сильный лидер, во главной сильной страны не нужен. Это касается и мирового сообщества, того, кто относится критично к России, понимает силу России, понимает силу народа нашего, понимает перспективу развития России, с учетом его потенциала и так далее. Да, нам нужно, еще раз говорю, это президент, и мы все говорим, работать над эффективностью государственного управления. Действительно, много вопросов, много бюрократии, хромают много там, достаточно много процессов, которые сегодня не отлажены, не отрегулированы, не дают возможности быстро двигаться. Но если мы не консолидируемся, если мы все вместе не будем двигаться в одном направлении, все равно изменений к лучшему не будет, кто бы что ни говорил. А все эти товарищи, то есть, ну они четко понимают, что у них идет политическая перспектива, они пытаются запрыгнуть в последний вагон, соответственно, на который сегодня говорят, что референдуму не будет, при том, что вы сами видите, президент всегда высказывается, что мы сейчас четко понимаем, что это ответственность огромная, а не какая-то награда. То есть, я вас уверяю, что я думаю, что Илон Иванович сам, который будет принимать решение, ситуацию оценивает. Вот, ну я, допустим, с меньшего, так сказать, уровня, то есть, понимаем ситуацию хорошо, допустим, завтра там вот какие-то там решения там будут, если бы просто моя воля была, то есть, как бы, я же не возражаю, и будет твоя преемственность власти, будет другой здесь руководитель однозначно. Но всегда хотелось бы, чтобы какие-то процессы, какие-то нормативные акты, законы и так далее продолжали дальше развиваться, двигаться в правильном направлении, вот и все. И президент четко понимает, что если не он, то, ну, наверное, то кто тогда в этой ситуации? Каждый тоже себя правильно оценивает. Я не собираюсь себе ставить оценки, мне оценки люди поставят, крымчане, там, по итогам избирательной кампании, президент в данном случае. Но как главе государства я могу сказать, что лучшего у нас нет, не было и вряд ли будет. Поэтому, на мой взгляд, вот сегодня все-таки надо концентрироваться, объединяться вокруг фигуры лидера. И вокруг, безусловно, сильной страны. Суверенитет, вы уже начали об этом говорить, это прежде всего независимость государства, это самостоятельность любой страны мира во внутренней и внешней политике. Вот поправка о защите суверенитета и территориальной целостности, насколько она тонкая и личная для крымчан? Ну, вы знаете, крымчане выбор свой сделали в 2014 году. Понятно, что все переживали, там, как дальше будет развиваться ситуация. И опять же-таки эти решения были приняты президентом, и благодаря этому в Крыму не было крови. Соответственно, все решения реализовывались очень быстро, включая и, так сказать, возвращение наше юридически на историческую родину, то есть уже после референдума, когда все органы власти, законодательные, исполнительные, то есть приняли соответствующие решения. Поэтому, ну вот, на мой взгляд, то есть как бы все двигается вот в том же русле. Мы, еще раз говорю, правильно, то есть как бы оцениваем на сегодняшний день ситуацию. Я считаю, что вот Крыму перспектива развиваться, то есть как бы сегодня есть большая. Денег выделяется более чем, даже вот последнее решение президента по компенсации по КВЭДам, по страдавшим отраслям в данном случае. Сегодня, кстати, Государственный совет Республики Крым принял уже наш региональный закон, по которому с понедельника начнутся соответствующие выплаты, так или иначе. То есть этот процесс уже будет запущен. То есть первые выплаты, завтра будут опубликованы все порядки, и с понедельника люди смогут получить деньги. Это касается тех предприятий, которые не работали в апреле, в мае, в июне, но в июне будет за июль соответствующим образом. Средства на все это есть, и сделано это по поручению президента. Вы знаете, жизнь так распорядилась, что часть поправок, в основном закон, она фактически уже начала работать. И ситуация с пандемией, коронавирусом показала, насколько это жизненно важно прежде всего. И сегодня многие решения власти, они уже идут синхронно в логике вот самих этих поправок. И прежде всего это решения, которые принимаются сегодня, чтобы поддержать население. Это прежде всего социальный блок. И вот сегодня колоссальная адресная поддержка. Нет, и социальный блок. То есть, ну, в первую очередь мы говорим, что уровень поддержки, тот, который президент оказал сейчас в рамках противоэпидемической борьбы, соответственно, и последнее решение президента, то есть по поддержке материальной, там, семьи с детьми, там, пенсионеров, ветеранов и так далее. То есть, ну, очень много, вы видите, мер, включая снижение ставок налогообложения по некоторым вопросам, По некоторым, да, вот сейчас по НДФЛу там для богатых там повышение, но это объективные, то есть как бы на самом деле, да, объективные, справедливые предложения, то есть я считаю, что это тоже правильное решение. Поэтому как раз в любом случае все вопросы, которые отражены в сегодняшнем референдуме, это по сути они носят, конечно, социальный характер в первую очередь, в том числе и гарантия индексации пенсии там не реже одного раза в год и так далее. Вот лучше, конечно, чтобы оно все это было закреплено в основном в законе нашей страны, чем все это было, так сказать, ну в каких-то подзаконных актах, нормативных актах и так далее. Наверное, все-таки какие-то стабильные вещи, они должны быть гарантированы на 100%. Но если люди эти поправки поддержат, то уже этой осенью они будут учтены при формировании федерального бюджета на ближайшие три года. 100%, то есть и мало того, то есть и президент сказал четко, и правительство Российской Федерации ситуацию нам обрисовывает в том, что деньги есть однозначно, то есть на все меры поддержки, которые заявлены были президентом. Большая часть это поправки, которые были созданы в соавторстве с гражданами нашей страны. Главный автор изменений это прежде всего народ. Участие в обсуждении будущего России, по сути, принимала вся страна, и предложения о ней приходят и до сих пор. И вот президент, он эту ответственность сегодня с нами разделяет, а народ эту ответственность разделяет. Вот насколько активно сегодня наше крымское гражданское сообщество? Вы знаете, крымское сообщество всегда было политически активным. На самом деле, люди никогда не стеснялись высказывать свои точки зрения по разным, причем абсолютно вопросам. Понятно, как и везде, и в любом обществе, есть и те, кто просто пиарится на определенных политических процессах, есть и те, кто переживает за дело. То есть, ну, люди все разные на самом деле, мы все разные, то есть право на это есть у каждого, так или иначе. Но крымчане всегда были политически активны, а с учетом того, что действительно для нас политика сегодня это не последнее дело, но с учетом, опять же, нашей предыстории, от того, что мы были в другом государстве и так далее. То есть, мне кажется, что крымчане активно в процесс втянутся. Я уверен, что будет высокая на голосовании по референдуму именно, опять же-таки, как причина исключительно из высокого уровня доверия к главе государства. — Одна из очень важных поправок — поправка о запрете должностным лицам иметь иностранное гражданство и зарубежные света. И впервые в Конституции указали на то, что люди, которые имеют двойное гражданство, они не могут быть государственными служащими. Это очень серьезно, поскольку человек, который приходит на государственную службу, ему нужно выбирать или активы за рубежом, или, прежде всего, служение народу России. Вот вы считаете, что это повысит качество государственного управления и все-таки не будет никакого конфликта интересов? — Здесь, с точки зрения повышения качества, наверное, говорить сложно в этом вопросе. Здесь это, наверное, просто вопрос больше соответствия, так сказать, нормам и законодательствам государства. Ну и морали, наверное, какой-то. Но я считаю, что это абсолютно правильное решение, если человек работает в органах государственной власти любого уровня, допущен к определенным секретам, к пониманию и формированию различных процессов внутри страны. У него должно быть одно гражданство. Пожалуйста, любые другие граждане — это уже законодательно, как определит органы государственной власти, соответственно, и как будут высказываться на выборах люди по этим вопросам. Это уже другой вопрос. Но, на мой взгляд, для чиновников, должностных лиц — это правильное решение. — В поправках также говорится о новых принципах работы не только федеральных органов власти, но и региональных, и муниципальных. Они направлены на создание, прежде всего, удобной для граждан системы государственной власти. И вот очень часто, как показалась ситуация с коронавирусом, чиновники разных уровней просто перебрасывали друг от друга вот эти полномочия, и получался такой пинг-понг. И вот это, мол, не их компетенция. И стране, и обществу, обычным людям сегодня необходима вот эта страховка от ошибок власти. Поэтому, на ваш взгляд, поправки в Конституцию, они сегодня выравнивают уровень полномочий и уровень ответственности, прежде всего, власти? — Вы знаете, уровень ответственности власти — это личные, наверное, какие-то внутренние, допустим, должны быть какие-то качества и чувства каждого должностного лица. Здесь никакими поправками в Конституцию уровень ответственности не повысишь. Это просто ощущение того, что ты причастен конкретно к каким-то процессам, которые влияют на качество жизни на территории Республики Крыма. В общем, Российская Федерация, наверное, только это могут подвигнуть на то, что человек будет более ответственно относиться, понимая, что за ним стоят другие люди. От результатов его работы зависит качество жизни других людей. То есть Конституцией мы это сами не выровняем. Нормативные акты, которые сегодня ревизируются правительством Российской Федерации, идет вопрос о сокращении бюрократической нагрузки на различные органы власти. На мой взгляд, эта работа как раз даст эффект с точки зрения повышения эффективности работы. Но, уверяю вас, кроме чувства личной, глубокой, справедливой, государственной, я имею в виду, заинтересованности в том, чтобы решить конкретную задачу, то есть как бы чиновника, чувство внутренней ответственности, этот человек просто должен быть самодисциплинированный на достаточно высоком уровне. Ну, кроме этого, наверное, на качество работы ничего не повлияет. Если человек хочет учиться, то он найдет возможность переспросить, снять трубку, то есть как бы проявить инициативу, то есть выйти с предложением, задать вопрос, то есть не надо стесняться. И, ну, как бы это, конечно, поможет быстрее решить тот или иной вопрос, разрубить тот или иной узел. Если ему неинтересно, он, соответственно, будет просто сидеть в ожидании, будет выступать наблюдателем, смотреть так, вот, к чему движется ситуация. К краху или, там, наоборот, к какому-нибудь подъему. То есть, ну, и быть статичным, соответственно, никого не информировать, никого не предупреждать. Это неправильно. Так что Конституцией мы это не решим. Повышение вот этого чувства ответственности, вот чувства долга, наверное, такое добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, и, наверное, вот это главное, что позволит повысить качество государственного управления. Ведь чиновники видят все шероховатости на местах, в том числе избыточные требования нормативных актов и так далее. Мы всем говорим, не стесняйтесь предлагать, потому что зачастую бывает, что мы больше получаем предложения от граждан, ну, через, там, социальные сети, там, приходят, которые в письмах обращаются и предлагают, как изменить стиль работы, порядок работы того или иного органа власти, чем, допустим, где-то от должностных лиц. Поэтому вот в этой части я призываю своих коллег быть более активными и самим, то есть обращать внимание на избыточность требований, соответственно, и если это не входит в их полномочия, выходить с инициативой, соответствующей на тот уровень власти, на котором можно эти решения принять. Но задача-то одна, облегчить жизнь людям, соответственно. Но и самим чиновникам зачастую, должностным лицам разного уровня облегчается сама задача, сам процесс выполнения работы, если у него меньше этих процедур, меньше писем надо отправлять, меньше запросов писать, соответственно, то есть как бы меньше анализа делать, там, текущей бумажной документации и так далее, то есть вот и все. То есть мы двойную задачу решаем, потому что в основном, как бывает, смотришь, там, работу органов власти, оцениваешь, там, отправили друг другу, там, 50 тысяч писем. Что в тех письмах? Вот документ-оборот такой. А что в тех письмах, там, сколько из них вносят, ну, конкретную смысловую нагрузку и вообще... Опять же, это время. В этих письмах, да, должны быть, ну, какие-то конкретные ответы на те вопросы, которые задают граждане и так далее. В основном, это информационная переписка, там, спроси, там, спросил за что-то, ему ответили, там, да, там, что-то оформлено, или, там, будет сделано, там, тогда-то, все, не более того. Поэтому надо переходить, вот, действительно, на новый уровень качества. Ну, мне кажется, что нам, людям, живущим в регионах, важно, чтобы местное самоуправление, оно встроилось вот в эту единую систему публичной власти, прежде всего. И это очень многое поменяет на местах. Вот та же поправка, которая касается здравоохранения, когда обязанность уже будет органов местного самоуправления обеспечивать качественную и доступную медицинскую помощь. Вот та поправка, которую предложил доктор Рошаль. Конечно, но, тем не менее, еще раз говорю, если чиновник заинтересован в результативности своей работы, качестве и в том результате, ну, я имею в виду результат, это как будут люди относиться к данному должностному лицу, то, поверьте, он найдет варианты, как управлять, даже если это ему не подчиняется впрямую. Вот тот, кто хочет, он найдет возможность. Кто не хочет, найдет причину. Будет рассказывать там, соответственно, почему это нельзя сделать. Так что, я коллегам говорил сто раз, то есть, пожалуйста, можем проэкспериментировать по работе с любым органом власти. Я говорю, у кого не получается, наберите меня и увидите, что даже если федеральный орган власти не находится в прямом, допустим, моем подчинении, тем не менее, мы всегда найдем конструктивное решение по любому вопросу, поскольку, ну, когда правильно, то есть, как бы, ставят задачу, правильно ставят вопрос и дают там несколько рациональных предложений, как правило, мы эти решения находим. Так что, когда начинается вопрос подчиненности, там, условно говоря, какой-то, ну, не знаю, какой-то иерархии служебной, я коллегам говорю, послушайте, это абсолютно не мешает, на мой взгляд, эффективной работе. Если хочет, говорю человеку, еще раз, найдет возможность. Не хочет, придумает вам тысячу причин, почему этого нельзя сделать. Обновление, перезагрузка, трансформация. Вот у вас есть свое определение того, что сейчас происходит? Сложно сказать, но мы перезагружаемся это регулярно, и органы власти Республики Крым, то есть, постоянно, каждый квартал практически, мы мониторим эффективность работы органов власти на местах, соответственно, смотрим там, чего необходимо сделать. Ну, на мой взгляд, это, вот, в основном, наша задача. В общем, на уровне федеральном, условия в этой части созданы. Президент по Крыму слышит всегда любые предложения, если даже мы идем вот по нормативке, но, опять же, вот эти АКВД, это было исключительно... Для Крыма, да? Пострадавшим отраслям было исключительно для Крыма, связанное, да, с нашими особенностями. Понятно, что у нас этот процесс начался позже, присвоение этих электронных кодов, там, предприятиям с различными видами деятельности и так далее. Но, тем не менее, то есть, как бы, опять же, могу сказать, что до тех пор, пока я не обратился к главе государства, то есть, вопрос с мертвой точки, ну, сдвинуть практически было невозможно. Просто, вот, к сожалению, получается, к сожалению, я просто говорю, что большинство вопросов должно решаться в среднем уровне, без вмешательства первых лиц там страны. К сожалению, то есть, зачастую, приходится обращаться к лидеру и только после обращения к нему, допустим, дальше получается положительная динамика по тому вопросу, который мы ставим. Обновление Конституции, как вы считаете, сегодня это ответ на вызовы времени, прежде всего? Вот это та реакция, которая необходима, поскольку страна в 93-м году и страна в 2020-м, это совершенно две разные страны. Нет, в любом случае, это необходимо. И, ну, те страны, которые будут статичны, соответственно, у кого не будет меняться законодательство, которые не будут учитывать вызовы времени, уровень развития технологий, конечно, будут отставать. Поэтому, на мой взгляд, конечно, нам нужно регулярно апгрейдить законодательство, такое проводить, наблюдать, как действуют другие. При этом, конечно, есть какие-то нормы законодательства, которые, наоборот, должны быть и 100 лет, и 200 лет, то есть, как бы, не меняться. Ну, вот такие, как сегодня вносятся в Конституцию, например, это действительно будет так. То есть, попадание в Конституцию дает гарантию, что никаким другим законодательным актом, кроме всенародного опроса, то есть, этот вопрос нельзя будет снять с повестки дня. Поэтому, вот в этой части, конечно, да, это усиливает позицию, в том числе и нашу позицию, именно крымчан, связанную с тем, чтобы невозможно было, соответственно, в дальнейшем пересмотреть вопрос о возвращении Крыма. Ну, это невозможно и априори, ни по каким ситуациям. И мы знаем однозначно, и что Владимир Владимирович этого не даст сделать, то есть, нынешняя ситуация. Но закрепить уже вот эти годы, так сказать, развития Республики Крым, возможно, только при стабильном уровне работы, при понимании, то есть, как дальше будет развиваться страна. Еще раз говорю, стратегия, плановая, полноценная стратегия, то есть, зависит от того, кто будет возглавлять страну. Ну, и поправка о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма, прежде всего, Украине. Об этом заявил сенатор Андрей Клишес. — Скажите, как сегодня будут работать вообще общественные наблюдатели? Я так понимаю, что общественная палата формирует довольно большой корпус, какое-то колоссальное рекордное число. — У них сформировано там больше, по-моему, трех с половиной тысяч наблюдателей, то есть, по всем без исключения направлениям. При этом, мы еще раз говорим, мы за прозрачности. Вот когда вы говорили в первой части о том, что кто-то переживает за то, что будут какие-то вопросы с сбросами, с фальсификацией. — С легитимностью, да. — Послушайте, во-первых, я всегда говорю, когда кто-то дает любые предположения, человек на себя примеряет ситуацию. Когда кто-то о чем-то высказывается, значит, вы так думаете или судите по себе. Вы бы поступили, наверное, так, раз вы какие-то моменты опасаетесь. Во-вторых, хочу всегда обратить внимание на то, что надо конкретизировать факты. То есть, не говорите общими фразами, пожалуйста, если где-то будут нарушения законодательства, и кто-то себе позволит это сделать, поверьте, реакция будет немедленно. И вот не сомневайтесь, я регулярно просматриваю все обращения, которые поступают в мой адрес, ну и, соответственно, любые темы, которые вызывают справедливое возмущение у людей, то есть, они без внимания, поверьте, не остаются, так или иначе. Поэтому я всю читаю практически почту, без исключения, это до последнего письма и до последнего обращения граждан. То есть, поэтому я знаю, что происходит, и, соответственно, можно быстро отреагировать на различные вопросы. — Люди сегодня, на ваш взгляд, понимают важность этих перемен, которые необходимы в связи с обновлением Конституции. То есть, они видят там свои ключевые жизненные ценности и приоритеты? — На мой взгляд, вы знаете, разъяснений всегда мало, независимо от того, на каком уровне и в каком качестве они поддаются. Повторение мать учения — это школьные истины, то есть, мы все это помним. Поэтому, на мой взгляд, надо об этом чаще просто говорить. Ну и, конечно, в первую очередь надо, чтобы высказывались не должностные лица, там, и не депутатский корпус, там, а в первую очередь обыкновенные люди. То есть, тех, кого касается, в первую очередь, решения, которые должны будут быть проголосованы на сегодняшнем референдуме. Вот и все. И, ну, примерять, каждый по себе там примеряет. Когда некоторые решения принимаются, смотрим там, детализируем, раскладываем, видим, что принимали решения люди, которые, к примеру, никогда на квартирном доме не жили. — Вот. — Но принимают решения такие, что потом мы там бегаем, подпрыгиваем и так далее. То есть, вот мы сейчас разбираемся, там, допустим, там, с коллегами, с представителями сейчас Феодосии, там, с представителями управляющих компаний, МКД и так далее, там, общедомовые нужды, там, соответственно, вопросы отопления подъездов и так далее. Но вот многие вещи, когда начинаем в детали залезать, видим, что мы просто не проработаны, да, несправедливые определенные решения приняты. Поэтому готовим ряд предложений сейчас на федеральный уровень в части, то есть, общедомовых нужд, это касается, там, или электроэнергии, и отопления, то есть, справедливый расчет. А зачастую бывает так, что поставили норматив, условно, там, чердак, там, ни розетки, ни проводов нет, а там, условно, там, рассчитывают, там, ситуацию о том, что есть, там, по квадратным метрам, так и так, какие-то затраты, что должны понести люди. То есть, это несправедливо. Но я просто к чему говорю, что надо вникать в детали каждого процесса, соответственно, тогда все будет понятно. Поэтому качество нормативных актов, законодательных, все зависит еще раз, все в наших руках. Вот. Будем общаться с людьми, будем их мнение слышать. Поверьте, все будет очень быстро, будет обратная реакция, и, соответственно, будет возможность представить аргументированную позицию на федеральный уровень. Законов страны вступят в силу только, если поправки получат поддержку в ходе общероссийского голосования. Они носят, прежде всего, целостный характер. Это такая комплексная донастройка государственного механизма, и они будут эффективны только, если будут работать все в комплексе. И сейчас с нами на прямую связь выходит Илья Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, академик Российской Академии Наук, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Илья Яруловна, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нам. Добрый вечер. Конституция, как мы вот говорим сейчас с Сергеем Валерьевичем, должна быть живой. В ней люди должны прежде всего видеть свои ключевые ценности. Это отражение их общественного запроса. На ваш взгляд, какой он сегодня? И россияне понимают важность этих перемен? Я с вами соглашусь. Конституция не мог оставаться неизменной, тем более, что после принятия прошло уже более 25 лет. И очевидно, что новое явление, которое уже демонстрирует нам жизнь, это и пандемический, и экономический кризис мирового масштаба. Это и то, что происходит с нашим обществом в связи с появлением цифровизации. Все это нас очень меняет. И предпринятые изменения, я думаю, что они во многом предугадали ожидания людей. И, как показывает наш мониторинг в рабочей группе, основные эти ожидания связаны с социальным блоком поправок. Я думаю, это как раз то, я немного услышала, о чем говорил уважаемый Сергей Валерьевич. Это то, что делает комфортной и качественной нашу жизнь. И в этой части поправки очень верно угадали ожидания людей. Я имею в виду и то, что касается минимального размера оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. А напомню, мы достигли этого уровня только в 2018 году, и уже мы это затверждаем. И то, что касается адреса социальной помощи, и то, что касается индексации не реже раза, чем в год пенсии. И то, что касается вообще человек во всех его ипостазиях. Пенсионер, ветеран, волонтер, родитель, ну и так дальше. То есть Конституция возвращается к человеку. В 93-м году такой возможности не было. Конституция во многом писала в 90-е годы по либеральным, так и демократическим клише. А теперь мы возвращаемся к тому, что нужно людям. Возвращаем человека в Конституцию. И я думаю, что запрос угадан верно. А то, насколько люди знают поправки. Но мы каждую неделю заслуживаем в целом более чем 93% узнаваемость поправок. И причем информированность в том числе без подсказки. То есть люди сами называют, что есть в этих поправках. Это все дает ощущение уверенности, что поправки, которые писали сообща с нашими гражданами, я думаю, вы наблюдали за процессом, как формировались эти поправки, что они восприняты обществом. И 1 июля, а сегодня уже началось голосование, и те, кто хотел бы заранее это сделать, мы будем иметь очень хорошие результаты, которые отразят отношение россиян к обновленному основному закону. Но я так понимаю, что вам предстоит очень большая работа, чтобы впоследствии, когда, если россияне проголосуют, адаптировать именно правовое поле вот уже под обновленную Конституцию. Да, на самом деле поручение такой президент, вот именно мне как-то и сопредседателей дал еще на второй нашей встрече, с тем, чтобы уже сейчас проработать необходимые законы, которые нужны, чтобы немедленно заработали те гарантии, которые предусмотрены Конституцией. Но, в частности, если то, что касается переспределения полномочий в отношении парламента, это заработает сразу. То, что касается предметной компетенции правительства, где оно должно поддерживать семью, поддерживать институт гражданского общества, наук и научный потенциал. Но есть нормы, которые потребуют обновления, например, законодательства о медицине. У нас, наконец, появляется норма, где говорится о качественной и доступной медицине. То есть независимо, где бы ни жил человек, он должен получать качественную медицинскую помощь. Это предполагает обновление законодательства. И второе, может быть, не очень замеченная поправка, очень такое важное положение, где говорится о скоординированности системы здравоохранения, где критерием оценки перестанет общественное здоровье. А это не только медицина. Это и профилактика, это и возможность занятия спортом, это и экология. И это означает, что все уровни здравоохранения, и федеральные, и субъектовые, и местное самоуправление, которое было искусственно, в общем-то, оторвано от этой системы организации публичной власти, будут нацелены на то, чтобы организовать нормальную, качественную медицинскую помощь для граждан. И в этой части координация будет важна, и независимо от того, какая форма собственности. Потому что у всех одна задача. И в этой части пандемический кризис нам даже поможет. Спасибо вам огромное. Мы увидим, что у нас просто это так. Прежде всего, вот за ту работу, которую вы проделали, это огромный вклад в развитие и будущее нашей страны. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы увидим, что поправки, они сдадут новый вектор развития, прежде всего, в основе которого будет человек. Вот все должно, как говорил президент, ориентироваться вокруг человека. Так и есть. Ну и вот сейчас мы же услышали, то есть, что действительно, в первую очередь, то есть, как бы было нацелено на то, чтобы социальные нормы, то есть, нести в этот вопрос этого референдума, соответственно, который потом невозможно будет никаким другим подзаконным актом, кроме как, условно, а также как и территориальная ситуация. То есть, мы, когда возвращались на историческую родину, законодательные органы власти, приняли, Госдума, Совет Федерации, потом подписывал президент в данном случае. Но, в общем, сейчас, обратным путем, вот после принятия таких поправок, уже принять обратное решение уже было бы невозможно. Только от всенародных референдумов, ну, которые всегда ясно, что никогда россияне Крым не отдадут, и здесь, ну, без вариантов. Поэтому мы уверены, что вот пока Владимир Владимирович на сегодняшний день руководит страной, и что однозначно никаких изменений не будет. Но сегодняшнее предложение, которое есть по внесению изменений в Конституцию, они рациональны, они действительно соответствуют интересам крымчан сегодня, как жителей российского региона. Я уверен, что крымчане в подавляющей большинстве поддержат инициативу нашего президента. И прежде всего они соответствуют настоящему времени. Не могу не спросить. Вчера в Москве прошел главный парад, посвященный 75-летию Великой Победы. Несмотря на все ограничительные меры, главное событие состоялось. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту. Красная армия, ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, держать победу и вернуться домой. Об этом вчера говорил президент. Многие города парады отменили. Почему для Крыма было принципиально важным провести их в Симферополе и Керчи? Вы знаете, мы балансировали постоянно на этой грани, так сказать, между тем, чтобы не повысить уровень заболевания, соответственно, не поставить под угрозу курортный сезон. Поэтому даже изначально мы с Роспотребнадзором общались и договорились о том, что просчитывали все варианты, коэффициенты распространения инфекции и так далее. То есть изначально было и мной принято решение аппарат не проводить силу высоких рисков, чтобы потом не получилось, что у нас только ухудшится с точки зрения эпидемиологической обстановки ситуация. Но после, я уже созвонился с Александром Владимировичем Дворниковым, с командующим Южным военным округом, мы переговорили еще раз до деталей. Мы договорились о том, что Министерство обороны поддержит нас, то есть полностью окажет помощь в части дезинфекции площадей, улиц, поверхностей и так далее. То есть все подразделения химической защиты нашего 22-го армейского корпуса и Черноморского флота Российской Федерации полностью участвовали в этом процессе. Военные нам помогли обеспечить безопасность во время проведения данных мероприятий. Конечно, это политическое, то есть в данном случае, конечно, было решение. Потому как только у меня появилась уверенность в том, что у нас положение с точки зрения заболевания не ухудшится, я никогда такого в жизни не делал, не только в органах власти, я никогда свои решения в жизни не менял. Но в данном случае, именно понимая и ценят, однозначно оценивая очень высоко тот вклад, который Министерство обороны сегодня вносит в патриотическую работу, и в общем, в первую очередь, конечно, это уважение к нашим ветеранам, к символам памяти, в данном случае, конечно, такое решение было принято. Просто это были действительно в этом году исключительные меры. Вы же видите, с учетом того, что никаких четких рецептов, каких-то противоядий, то есть против распространения не было, и никто не знал, как делать, мы, конечно, многие вещи принимали просто на уровне интуиции своих каких-то там ощущений, вот и все. Вот могу сказать. Поэтому уже в самый даже последний момент, когда говорили, позиция была Роспотребнадзора категорическая, что дети все равно в параде в данном случае принимать участие, то есть не должны. Расстроили школьники, писали родители в данном случае, что тренировались и понимая их, ну вот я тоже бы расстроился на месте любого школьника, если бы так бы готовился, идеологически сам был бы юнормейцем. Мы сейчас ищем варианты, как поддержать ребят, но и не только тех, кто должен был в параде участвовать, но и в общем крымчан с точки зрения отдыха и других мер поддержки, создания интересных контентов на время летних каникул и так далее. Притом, опять же, что массовые мероприятия все равно ограничены. То есть мы так или иначе, но мы живем сегодня в такой парадигме. Уверен, что с ними будем, я имею в виду, в такой парадигме, с такой историей жить долго еще. Этот вирус останется с нами, никуда он уже не денется. После изобретения вакцины, то есть он будет к коровитам, так сказать, приравнен. Я имею в виду с точки зрения мер воздействия на него и все. Так что привыкаем жить в новой реалии. Главное, что парад состоялся, и для нас священа память о поколениях защитников Отечества, которые защитили не только нашу землю, но и многие другие. Государство для нас священа память о Великой Победе. В каждой семье есть участник Великой Отечественной войны. В данном случае, в той или иной степени, это уже Никитыла и те, кто трудился на заводах, фабриках, госпиталях. И в общем, все в насилие, включая детей, свой вклад в эту победу. Поэтому, конечно, забыть такое невозможно. И как правильно в песне, в фильме «Офицеры» поется, нет, в России семьи такой, где не памятил был свой герой. Поэтому общее дело, это общее национальное дело. Это уважение, память, конечно, прежде всего, нашим будущим поколениям надо передать. Все должны понимать, что такое ужасы войны. Знаете, пока не очутишься, так сказать, в той ситуации, наверное, никто понять тот ужас не сможет. То есть те испытания, и, наверное, даже больше степени, многие, в основном, и мужчины, которые на фронте были, или волновались не за себя, а за своих близких. То есть вот такое ощущение. Ну, все понимали, что все под ударом. Все семьи, то есть и старые, и молодые, и так далее. И что защищать надо всю страну, и конкретно свою семью в данном случае. Поэтому не дай бог кому-то такое пережить. Я уже не говорю о зверствах, которые нацисты применяли в отношении там мирного населения, и так далее. То есть это, ну, вот просто никому не пожелаю. И никто таких испытаний, никто, как наши родные, вот в годы Великой Отечественной войны, никто не проходил. Да, были локальные конфликты, да, рисковали жизнью, рискуют сегодня наши военнослужащие, мужественно свой долг выполняя. Но их семьи находятся под защитой, они знают, что сегодня в стране ничего не угрожают. Гораздо легче мужчине выполнять свой долг, зная, что твои близкие родные в безопасности. Набесительные провокации пересмотреть и уменьшить историческую роль нашей страны в Великой Отечественной войне, они продолжаются. Вы знаете, что в Киеве на монументе Родина-Мать ЛГБТ-сообщество закрепило радужный флаг, и потом в Твиттере написали, что Родина-Мать за равенство для всех. Вот откуда такой цинизм и такая издевка? Это свинство и хамство. Ну, я думаю, подарок Бандере хотели такой сделать, Бандеровцам, поэтому это вот, пусть ходят с радужным флагом. Но то, что, ну, такие вещи, то есть на памятнике, на монументе, на символе, то есть погибшим солдатам, вообще просто кощунство, свинство, ну, даже других слов нет. Ну, и не видим, чтобы органы власти Украины какие-то высказывали соответствующие, так сказать, возражения, возмущения или принимали какие-то меры для того, чтобы навести там порядок. Поэтому, ну, вот что можно сказать, смеемся. Квази-государство с квази-руководителем. Жалко просто народ Украины, то есть там много наших родных, близких и друзей, знакомых у всех есть там. К сожалению, плохо, что славянские народы разделены. А ЛГБТ, это, ну, передать Бандеры этим товарищам, их флаг пусть ходят. Я так считаю. Поправка сегодня все-таки о сохранении исторической правды. На ваш взгляд, она сможет нас обезопасить вот от этих фальсификаций, прежде всего? Вы знаете, поправки законодательные нужны и важны, но, опять же, это все зависит от уровня культуры, развития общества, об информированности о том, что происходило. Если человек правильно информирован и знает от родных и близких, от дедушек, бабушек, то есть о том, как это все было, он никогда свою точку зрения уже не изменит, и никто его на другой путь никогда не толкнет. Вот закрепление в Конституции, ну, наверное, тоже правильно, то есть что такие нормы закреплены, чтобы ни у кого в дальнейшем, так сказать, не появилось желание, то есть как бы внести там какие-то изменения. Вы же видите, что чем дальше, так сказать, от 45-го года, от 9-го мая, тем больше вокруг победителей, истории, ну, это обычная же ситуация. И уже и союзники, и второй фронт открыли, и отмечали у себя, что они выиграли полностью там войну и так далее. Хотя все понимают, и президент четко давал ответ о том, что и мы все согласны, что основную тяжесть войны и советский народ вынес, и Красная Армия. По большому счету, если бы не Красная Армия, никакой победы бы не было, и союзники еще неизвестны, когда бы фронт открывали. И только видя неизбежность победы, понимая, что сейчас опять наши войска дойдут до Ла-Манша, то есть как бы только этим было понятно, принято решение об открытии Второго Фронта. Так что, на мой взгляд, это справедливо. Все должны знать, что наша страна понесла наибольшие потери, самые тяжелые, невосполнимые, без вариантов. Все остальные такого не испытали. То есть ни Великобритания, ни США, все островные государства, у них всегда война проходила на чуть-чуть территории. То есть это вообще другие абсолютно вещи. Тем более у них были морские пути транспортные были свободны, подвоз продовольствия, боеприпасов проходил. То есть никаких проблем не было. Мы практически были в окружении, с одной стороны Япония, в данном случае, с другой стороны Германия. Поэтому, еще раз говорю, это благодаря мужеству советского народа и нашим родным и близким, всем, кто воевал. Ну и наша страна больше, чем кто-либо другой знает именно цену человеческой жизни. Мы не можем позволить исказить ход истории, истории, прежде всего, ради тех, кто прошел этот долгий и страшный путь войны, ради тех, кто не вернулся, чтобы мы сегодня могли жить и чувствовать. Это наш долг, это долг нашей совести. Благодаря нашим ветеранам сегодня мы им обязаны, этим мирным небом. И все бы не они, у нас бы и страны ношение было сегодня России, и Крым не был бы российский. То есть вот без них ничего бы не состоялось. Давайте подведем итоги. Почему сегодня так важно проявить свою гражданскую позицию, принять участие в общероссийском голосовании? Потому что надо помнить все равно, что от тебя зависит, в данном случае зависит, какое решение будет принято. Нельзя идти на поводу у тех, кто говорит, ничего не зависит, не ходи, ничего не решай. Самая простая легкая позиция там лежать на печи и ждать там, пока что-то придет. Еще раз говорю, все понимаю, поверьте, глубоко оцениваю тот уровень, в данном случае эффективности управления государственного, которое из Республики Крым. Есть нарекания. Сам многими всеми недоволен. Но еще раз говорю, когда идет консолидация, когда идет процесс, касающийся в общем интересов государства, путей развития, стратегии развития на многие годы вперед, здесь вот, конечно, просьба огромная и желание, чтобы крымчане поддержали инициативу президента. Но я думаю, это и так состоится, поскольку у нас уровень доверия к президенту, наверное, самый высокий в стране, в Российской Федерации. Крымчане помнят, что благодаря Владимиру Владимировичу были сохранены жизни тысяч крымчан, не развился конфликт. У нас могла бы быть такая же ситуация, а то и хуже, как сегодня на Донбассе происходит и так далее. Только за счет выверенности, правильности, мужественности, решительности руководителя, крымчан, в общей сложности удалось это все сделать очень быстро. А крымчане верили президенту и были уверены в правоте принятых ими решений. Ну, всем надоело просто этот цирк. Мы полгода жили, непонятная ситуация. Президенты вообще непонятные. Один за другим там приходят и, ну, один чудес не другого. Это же просто, ну, какой-то караул. Стране просто не везло. Так что дай бог, что мы сегодня вернулись на историческую родину и будем уже, будем жить, развиваться с нашей любимой страной. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что приняли участие в нашей беседе. Норма Конституции сегодня – это самый высокий уровень ответственности перед народом и государство ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от взятых на себя обязательств, прописанных в главном и основном законе страны. Люди, я хотел сказать, никогда не откажутся, а чтобы не появилось политиков, у которых появятся дурные и крамольные мысли, то есть вот как раз и нужны в данном случае эти изменения в основной закон нашей страны. И окончательное слово за нами, гражданами Российской Федерации. Мы определяем, в какой стране будем жить. Это наша общая ответственность. Думайте. И до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин